Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского в студии Динара Сартаева. Сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях в городе. ЧП в железнодорожном вокзале Алматы-1. Там столкнулся электровоз с пассажирским поездом Алматы-Караганда. Пострадали 8 человек. Жители Майкудука обеспокоены полученными квитанциями за холодную воду. В Карагане задержали крупную партию контрабанды. ЧП в железнодорожном вокзале Алматы-1. Там столкнулся электровоз с пассажирским поездом Алматы-Караганда. Пострадали 8 человек. Серьезных жертв удалось избежать только потому, что поезд находился на посадке. Во обстоятельствах случившегося разбирался Серегжан Молидбай. Авария произошла днем 6 августа во время посадки пассажиров, когда электровоз подавал назад. Злополучный поезд Алматы-Караганда выехал с задержкой около часа. Мы толком не поняли. Мы сидели, только зашли. И сзади как ударило. Мы ударились головой. И вот по поясу. Мы за столом сидели. Я думала, что мы провалились. Что-то такое произошло. Мы не успели. А там попадали дети были, взрослые. И сняли с вагона. Первую помощь медицинской оказали. Мне подруга оказала первую помощь. Я гипертоник сама. К счастью, все обошлось без жертв. А вот пострадавших насчитали 8. Четверо из них доставлены в больницу с разного рода ушибами. Один госпитализирован с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма в отделении нейрохирургии Алматинской больницы номер 7. Администрация Карагандинского вокзала и проводники злочастного поезда от комментариев отказались. Сейчас расследованием ЧП занимается специальная комиссия и транспортные прокуроры. По предварительной версии причинами аварии считают человеческий фактор. Машинист вместо четырех тормозных устройств использовал только два. Поэтому экстренного торможения не произошло. К слову, чрезвычайные происшествия такого рода случаются не первый раз. 28 июля на вокзале Алматы-2 маневровый тепловоз совершил столкновение с пассажирским поездом. Тогда пострадало свыше 50 человек. Серегжан Маулитбай, Олжас Габасов, Асхат Айбедулов, 1-й Карагандинский. В Караганде задержали крупную партию контрабанды. В начале 2013 года из КНР в зону деятельности «Диамантом» таможенного контроля по Карагандинской области прибыл железнодорожный контейнер с товарами народного потребления общим весом в 5802 килограмма. Грузополучателям данных товаров на таможенный пост была подана декларация на товары в количестве 14 наименованием общим весом около 14 килограмм. В ходе проведения документального контроля были выявлены расхождение сведений по стоимости и количеству товаров. При осмотре контейнеров были выявлены незадекларированные товары в количестве 51 наименования. Решением Карагандинского экономического суда предметы обращены в доход государства. Всего с начала этого года по уголовным делам доход государства обращены предметы контрабанды на общую сумму более 5 миллионов тенге. Кроме того, в Управлении по борьбе с контрабандой Департамента таможенного контроля поступила оперативная информация о возможном пересечении через таможенную границу таможенного союза товаров народного потребления с обманным использованием документов. Молодежь призывает читать книги. В Караганде стартовала акция «Кель Жастар Околок», организаторами которой выступило молодежное крыло ЖАС ОТАН. Проект представляет собой цепочку культурных мероприятий, главной целью которых является повысить интерес молодежи к книгам и к чтению. Материал Марка Брюшко. Ербалат Куадбек очень любит читать. Молодой человек пришел на площадь для того, чтобы найти единомышленников, интересующих его литературу. По словам Ербалата, с каждым годом по всему миру интерес к книге, к сожалению, угасает. То, что молодежь не читает книг, большая проблема. Сейчас книги им заменяет интернет и телевидение. Для того, чтобы интерес к чтению вновь начал возрастать, издательствам следует уделить больше сил и времени разработке сюжета и рекламной кампании для привлечения потенциальных читателей. Мероприятие, проходившее на площади перед концертным залом Шалкома, собрало людей разных культур и возрастов. Акция «Летний читальный зал» организована в рамках общереспубликанской кампании «Кельжастар Окулык». По словам устроителей, она должна напомнить прежде всего молодому поколению о важности чтения для полноценного развития личности. Молодежная крыла «Расултан» по поручению главы государства, лидера партии Мусултана Абишевича Назарбаева на протяжении 2013 года проводит социологические работы. Конкретно мы выясняем, какие наиболее популярные книги являются среди молодежи. И в 2014-2015 году с помощью Министерства образования и науки планируется перевести эти книги на государственный язык. Это должно сподвигнуть молодежь к чтению и привлечь к литературе новых читателей. По данным социологических опросов, по области и в целом по республике, около 80% молодых людей не читает книг вообще. Сейчас новое поколение предпочтет хорошей книге несколько часов интернета. Открытую местность для проведения мероприятия организаторы акции выбрали не случайно. Молодежи необходим свежий воздух и общение, а площадь перед Шелкомой прекрасно для этого подходит. Если хотите забрать книжки, конечно, есть определенная литература, которая дозволена для того, чтобы читатели могли взять домой и прочитать абсолютно безвозмездно. То есть берут книгу и забирают. Всю литературу предоставили областные и городские библиотеки. На протяжении всего мероприятия участники акции цитировали произведения великих классиков литературы, а также играли на музыкальных инструментах. Заведующая отдела областной детской библиотеки имени Абая Ирина Кучаева уверена, что эта акция поможет сплотить молодое поколение и научит его любить, ценить и читать книгу. На этом мероприятии библиотека представила только малую часть той литературы, которая в ней хранится. Мы всегда радуем на то, чтобы молодежь читала. А когда же она будет читать, если не с раннего возраста? Приучать и прививать любовь к чтению нужно детям, начиная с раннего возраста. Здесь на нашей выставке представлена только маленькая толика тех книг Абабая, которые есть в нашей библиотеке и библиотеках Караганды и Карагандинской области. Марк Брюшкол, Жас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Жители Майкудука беспокоены полученными квитанциями за холодную воду. Они считают, что Караганды-Су прислал им счета уже с новыми тарифами. В ситуации разбирался наш корреспондент. Мы возмущены тем, что Караганды-Су прислали нам такие счета. Жители 12 микрорайона, получив юнские квитанции за холодную воду, были взволнованы указанными в них суммами. По их мнению, счета за юнь посчитаны уже по новому тарифу. Жители считают, что монополист их обманывает. Напомним, с 1 июля тариф на воду повысился с 57 тенге до 110 тенге. Почему здесь такая сумма в квитанции? За 20 дней. За 20 дней предыдущего месяца, когда там должен быть тариф? Так, какой тут был тариф? 1 июля. Да. 57 тенге. Показания счетчиков холодной воды в домах 12 микрорайона снимаются каждое 9 и 10 число месяца. Жители считают, что если бы данные каждый месяц снимали с 1 числа, то никакой путаницы не возникло бы. В каждом доме есть контролер, который должен обзвонить на 1 число, какие у кого показания на счетчике. Почему у нас с июня месяца берут по новому тарифу? Возмущены вот этим, конечно. Караганды Сунья признает факт обмана потребителей. Каждый потребитель может проверить эту сумму перерасчета путем несложных математических вычислений. Например, дата начальных показаний 17 июня. В июне у нас 30 дней. То есть берется период с 17 по 30 июня 13 дней. Общий расход, который указан в квитанции 2,5 куба, делится на 30 дней. То есть в среднем получается 0,09. Это расход, соответственно, воды и канализации. Этот расход 0,09 умножается на 13 дней и умножается на прежний тариф 57,92. Получается 67 тенге 70 тиин. Аналогичным способом высчитывается сумма и по канализационным счетам. Общая сумма перерасчета указана в столбце «Перерасчет», который находится под строкой «Долг тенге». Серегжан Маулитбай, Жаслана Мандыков, Асхат Айбедулов, 1-й Карагандинский. Далее мы прервемся на короткую рекламу. Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Ежегодно в мире вирусный гепатит приводит на больничную койку около 200 миллионов человек. Это одно из самых грозных заболеваний человечества. Именно поэтому Международная организация здравоохранения ежегодно отмечает Всемирный день гепатита. Наши корреспонденты побывали в Карагандинской областной инфекционной больнице. Вирус, вызывающий заболевания гепатитами, имеет множество разновидностей. Это вот такая неприятная особенность данного заболевания. Это вирусные гепатиты А, В, С, Е и другие. Вирусный гепатит А передается контактно-бытовым путем. И заражение происходит от больного человека. А вирусные гепатиты В и С являются сывороточными гепатитами и передаются через кровь, через жидкости организма. Передаются еще от матери к ребенку. И передаются при сексуальных партнерских отношениях. Вирус гепатита везде сущ. Существует группа риска. Люди, входящие в нее, должны регулярно проходить скрининговые обследования. Это врачи, работники станции переливания крови, студенты медицинских учебных заведений, люди, перенесшие операции и люди с онкопатологией. Гепатит А имеет сезонный характер, как и кишечные инфекции. Поэтому надо особенно тщательно соблюдать правила личной гигиены. Особенно в летний-осенний период. Эпидемии гепатита нет. Большой заболеваемости гепатита нет. Лежат у нас дети, деничные, скажем, где-то, наверное, человека 3-5. Вот так в течение бывает. Потому что легкие формы гепатита А в основном лечатся амбулаторно в поликлинике. Вирус гепатита вызывает воспаление печени. Надо бережно и внимательно относиться к своему здоровью. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Реализуя закон Республики Казахстан о социальной защите инвалидов, в Караганде был подписан трехсторонний меморандум между Центром обслуживания населения по Карагандинской области, Управлением координации занятостей социальных программ и Центром реабилитации инвалидов ЛАЭКТЭОМАР. Подробности в нашем сюжете. Повышение качества жизни казахстанцев сегодня ставится во главу угла при проведении социально-экономических преобразований в стране. Люди с ограниченными возможностями не должны оставаться в стороне от активной жизни. Подписанием меморандума Центром обслуживания населения по Карагандинской области, Управлением координацией занятостей социальных программ, Центром реабилитации инвалидов решается задача получения государственных услуг и совместного регулирования вопросов их предоставления, в том числе и на дому. Все услуги практически автоматизированы. Как вы говорили наши уважаемые коллеги, с получением электронно-цифровой подписи, люди с ограниченными возможностями могут уже на местах получать те услуги, которые получают в ЦОНЕ. Документ о сотрудничестве по осуществлению мер, направленных на социальную поддержку лист с ограниченными возможностями, подписан. Дело за малым. Меморандум надо реализовывать. В Караганинской области более 60 тысяч инвалидов. И вот ЦОН на себя такую, скажем, нагрузку взял. Это очень большая нагрузка, потому что очень много инвалидов не могут по тем или иным причинам попасть непосредственно в стационарные ЦОНы. Либо он живет далеко, где-нибудь, скажем, АУ находится 100-200 километров. Даже от районного центра, не говоря уже про областную. И ЦОН будет выезжать туда и обслуживать его будет. Оценить важность этого документа обыкновенному человеку довольно сложно. Для инвалида же это сохранение времени и возможность расширить свои горизонты. Сергей Высокозов, Марат Кулкенов, Первый, Карагандинский. На этом у меня все. Далее выпуск продолжит новости спорта. С ними вас ознакомит Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Историческая победа шахтера. Об этом и другом через пару секунд. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Грандиозный праздник подарил шахтер всем футбольным фанатам Казахстана. Первым казахстанским клубом, обеспечившим себе групповую стадию Еврокубков, стал именно Карагандинский клуб. Матч в Албанской Тиране проходил сильнейшую жару. Термометры показывали плюс 37 градусов. Ужасные погодные условия, психологическое давление, к сожалению, сыграли свою роль. И уже к 29-й минуте на табло горели невероятные 3-0. Судьба Актубе четырехлетней давности, казалось, настигла и горняков. Но Сергей Хирниченко вернул шахтер в игру на 38-й минуте точным ударом со второго этажа, поразив ворота воспрявшего духом соперника. Очередная голевая замена Виктора Кумукова не заставила себя долго ждать. Вышедший на замену с начала второго тайма полузащитник Макса от Байжанов, через 27 минут сократил счет до минимума и окончательно похоронил шансы хозяев на выход плей-офф Лиги Чемпионов. Жеребьевка последнего четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов состоится в пятницу 9 августа в Швейцарии. Уже завтра второй казахстанский участник Еврокубков Актубе попытается не упустить свой шанс попадания в плей-офф второго по значимости клубного турнира Старого Света. Актюбинцы дома сумели переиграть исландский бредаблик со счетом 1-0. Но теперь предстоит сложнейшая задача отстоять это небольшое преимущество. На этом новости спорта подошли к концу. Берегите себя и занимайтесь спортом. Звоните к нам в редакцию, если у вас есть интересная информация по телефону 42-06-49. Всего доброго, до свидания. Аман, сау баунызды. Редактор субтитров А.Семкин